МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2020 году Музей Смоленщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов получил грант президента Российской Федерации. На денежные средства гранта были закуплены в том числе и образцы макетов стрелкового оружия Красной Армии, которые использовались в интерактивных мероприятиях и в театрализованных представлениях. Когда закончились мероприятия проекта, все эти музейные предметы – винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер Наган и автомат Калашникова – стали жить своей обычной музейной жизнью. Наступивший 2021 год – это год 80-летия начала Великой Отечественной войны, Смоленского оборонительного сражения 1941 года и рождение Советской Гвардии. Сотрудниками нашего музея подготовлено большое количество мероприятий, связанных с этими датами. Большую роль в этих мероприятиях отводится и стрелковому оружию. Тем более, что в этом году исполняется 130 лет со дня принятия на вооружение русской армии легендарной трехлинейки винтовки Мосина, 80 лет постановки на вооружение ППШ-41 пистолета-пулемета Шпагина и 150 лет со дня рождения выдающегося оружейника Токарева. Мы очень надеемся, что все представленные образцы стрелкового оружия станут достойными участниками наших мероприятий и позволят нашим уважаемым посетителям ближе познакомиться с легендарным оружием Победы. До середины 20-го столетия, наверное, не было в России винтовки более популярной и многочисленной, чем легендарная трехлинейка. Это оружие было принято на вооружение русской императорской армии еще в конце 19-го века. Тогда все европейские страны перевооружались новыми магазинными винтовками. Трехлинейку создал капитан русской армии Сергей Иванович Мосин, который тогда служил начальником инструментальной мастерской Тульского оружейного завода. Первоначально на вооружение такая винтовка была принята под обозначением трехлинейная винтовка образца 1891 года. И в армии и народе очень быстро получила прозвище трехлинейки. Наши современники вряд ли могут объяснить значение этого термина. Дело в том, что тогда в Российской империи калибр любого оружия обозначался в дюймах и его десятых частях линии. Так вот, три линии в переводе на нашу метрическую систему 7,62 мм. Трехлинейка была русской винтовкой, созданная под русскую армию. Даже неграмотные крестьянские парни, приходившие на службу, под руководством опытных унтер-офицеров, очень быстро изучали ее, учились разбирать и собирать, и метко стрелять. Трехлинейка была предельно проста. Затвор можно было разобрать для чистки без использования инструмента. Простой магазин быстро наполнялся патронами при помощи обоев. Для рукопашного боя винтовка комплектовалась игольчатым четырехгранным штыком, который превращал ее в очень грозное оружие. На время своей многолетней службы винтовка Мосина неоднократно модернизировалась. И если первоначально существовали пехотные, драгунские и казачьи варианты, при этом пехотное было немного длиннее, а казачья отличалась от драгунки только тем, что не комплектовалась штыком. Затем, в 1907 году, появляется укороченная версия винтовки – карабин. Он был нужен для таких солдат, как саперы, артиллеристы, то есть те, кому излишне длинная винтовка мешала нормально выполнять служебные обязанности. После русско-японской войны меняется боеприпас. Патрон получает вместо пули с округлым концом пулю остроконечную. В 1930 году винтовка серьезно модернизируется. Изменяются прицельные приспособления, упрощается технология изготовления ствольной коробки. Вместо граненой формы она получает упрощенную круглую. В 1938 году на вооружение принимается новый вариант карабина, предназначенный для вооружения кавалерии, артиллерии и инженерно-технических войск. С начала 30-х годов на базе винтовки Мосина разрабатывается несколько типов снайперского оружия. Отличаются они главным образом типом оптического прицела. В годы Великой Отечественной войны самым распространенным был прицел ПУ, который устанавливался не только на трехлинейку, но и на винтовку СВТ-40 и даже на 45-мм противотанковые орудия. Еще в довоенные годы для диверсионных подразделений был разработан и глушитель, прибор, уменьшавший звук выстрела. В 20-е и 40-е годы винтовка Мосина использовалась на вооружении стран Польши и Финляндии. В послевоенное время стояла на вооружении армии Китайской Народной Республики и армии Северной Кореи. В армиях стран, участников Варшавского договора. В советской армии винтовка Мосина оставалась еще долгие годы после окончания Великой Отечественной войны, постепенно заменяясь в войсках на более совершенное оружие, самозарядные карабины Симонова и автоматы Калашникова. Сейчас, в наши дни, через 130 лет того времени, как она была создана, эта легендарная винтовка Нет-Нет, да и продолжает появляться в военной хронике из горячих точек по всему земному шару. Субтитры создавал DimaTorzok